Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем читать Евангелие от Матфея в рамках библейского портала экзегет.ру Глава 21 И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите, чери Сионовы, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под еремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал Асана сыну Давиду, благословен грядущий во имя Господня Асана Вышних. «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Событие, о котором мы прочитали только что в Евангелии от Матфея, традиционно называется по-церковному «Вход Господень в Иерусалим». А правильно, согласно Евангелию, наверное, мы должны были бы его назвать «Вход Иисуса в Иерусалим как Христа». Мы видим, что шествие свое Господь начинает из Вифании, но просит, чтобы привели ему для исполнения пророчеств молодого осла, жеребенка. Он, правда, говорит ученикам, чтобы они попросили, чтобы дали ослицу привязанную и с нею молодого осла. Обратились, по всей вероятности, тоже к скрытым, к тайным ученикам Христовым, которые находились в Вифаге. И если спросят, зачем они, надобно Господу отвечайте, и тотчас пошлют их. Зачем нужна была ослица? Полагают исследователи, что поскольку жеребенок был необъезженный, то есть дикий, он вряд ли бы дался в руки апостолам, и они вряд ли смогли бы его привезти ко Христу. Но поскольку жеребенок был привязан к своей матери, то есть к ослице, то когда ослица пошла с апостолами, он пошел за ней. А вот потом, пожалуй, было своего рода чудо совершено перед глазами людей и апостолов, поскольку Господь садится на необъезженного осленка, тот покорно подставляет свою спину и идет туда, куда ему говорит Господь. Через это Спаситель являет свое всемогущество над тварью, над творением. Оно послушно ему, как пришедшему Богу во плоти. Но евангелист Матфея оговаривает, что еще исполняется и пророчество, то есть исполняются признаки пришествия в мир Мессии. Это пророчество, которое было действительно мессианским местом у ветхозаветных иудеев. «Се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидний на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Наверное, ветхозаветные иудеи эпохи Христа Спасителей ждали другого Мессию, то есть, что он войдет в Иерусалим на красивом, белом, а может и не белом жеребце. Сильный, властный, победоносец. Господь рушит эти воззрения и въезжает, как символ мирного царя, на небольшом ослике в Иерусалим. Но народ ликует, он принимает его, как обетованного Мессию. Народ постилает одежды свои, ветви, пальм на землю, посылает одежды на ослов, и Господь садится. Все это свидетельствует именно в знак того, что Господь принимает Иисуса как Христа, как Мессию, как того обетованного помазанника от века ожидаемого царя, которого хотел видеть иерусалимский народ. И Господь попускает этому случиться. Господу надо, чтобы Он, войдя в Иерусалим, мог сделать и сказать все то, что должен был сказать. Имеется в виду то, что Иисус, признанный народом, как обетованный Мессия, оказывался в неприкосновенности от рук книжников, первосвященников, фарисеев, потому что признанный Мессией, Он был священным царем. И если кто-то бы дерзнул на Него поднять руку, тотчас был бы уничтожен народом. Когда Господь входит в Иерусалим, говорится, весь город приходит в движение. Одни спрашивают, кто сей. Кто это мог спрашивать? Конечно, те, кто пришел издалека в Иерусалим на праздник Пасхи. Им не был известен Иисус. А вот народ отвечает, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Но поскольку мы знаем, что последний год общественного служения Господь уже был многими признаваем как Мессия, и само по себе даже выражение «Иисус назарянин», оно было отчасти, имело, по крайней мере, некий мессианский окрас, то в этом свидетельстве мы находим утверждение народа, что Иисус есть обетованный Мессия. Но чего ждал вот в данный момент от Него народ? По всей вероятности народ, зная великие чудеса Христова, интуитивно чувствуя, что Он действительно может вызвать 12 легионов ангелов на защиту себе, наверное, ожидал, что Господь, войдя в Иерусалим, сейчас разберется с государственной чужеземной властью, накажет Понтия Пилата, освободит Иерусалим, начнет победоносное шествие по Палестине и, в конце концов, займется мировым порядком в пользу иудеев. Господь пропускает, чтобы это ожидали от Него, и благодаря этому совершится история нашего спасения. И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы именовщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и храмые, и он исцелил их, видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей восклицающих в храме и говорящих «Ассанна сыну Давидову!» вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да, разве вы никогда не читали «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу!» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Событие, о котором мы только что прочитали, традиционно именуется очищение Русалимского храма. Так называемое второе очищение Русалимского храма, где мы видим, что Господь, как признанный Мессия, входит в Русалимский храм. Он опрокидывает столы минувщиков из камьи, продающих голубей. Он выгоняет всех продающих и покупающих в храме. Речь идет, конечно, не о самом здании храма, а так называемых дворах Господних, где располагалось очень много минувщиков, то есть тех людей, которые меняли приходящим издалека и имеющих, соответственно, иностранные деньги на деньги иудейские, валюту, для того, чтобы они могли покупать жертвы для жертвоприношения, которые полагалось приносить на праздник Пасхи. Ну и, соответственно, скамьи продающих голубей. Господь говорит, дом мой домом молитва наречится, а вы сделали его вертепом разбойника. То есть вот тот весь страшный сыр-бор, который происходил при торговле, при храме Господнем, людей одни покупали, а другие подавали, Господь уподобляет именно вертепу разбойников. Он свидетельствует о том, что ничего там имеющего отношения действительно к совершению дела Божия нет и быть не может. Но он вспоминает еще и пророческое речение, что дом мой домом молитвы наречится. В этих словах, с одной стороны, Господь свидетельствует о себе, как о том, кому храм Господень посвящен. С другой стороны, возможно, вспоминает для иудеев слова о Боге, как они считают, которому посвящен Иерусалимский храм. И мы видим, что когда приступают к нему в храме слепые и храмы, он их исцеляет. Это свидетельство чего? Того, что да, это его дом. Он здесь властен делать все, что он хочет делать. А первосвященники и книжники, видя чудеса, которые он сотворил, и детей, которые прославляют Иисуса, мессианскими титулами, мессианскими кличами и приветствиями, вознегодовали. Они не могут потерпеть, что его признают обетованным мессией. И поэтому ставят ему на вид. Слышишь ли, что они говорят? А Иисус говорит им опять, свидетельствуя из мессианских пророчеств, тексты, которые не могли не знать иудеи, о том, что когда придет Мессия, младенцы и грудные дети, восхвалят его. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Поэтому Господь оставляет первосвященников и книжников, и выходит вон из города. Говорится о том, что он выходит в Вифанию и проводит там ночь. Вифания недалеко располагается от Иерусалима, на подошве Ильонской горы. По всей вероятности, Господь, традиционно приходя в Иерусалим, останавливался в этом месте. По всей вероятности, именно там был дом Марфы и Марии. В этом доме, где жил еще и брат Марфы и Марии, его друг Лазарь, Господь проводил время, когда приходил как паломник в Иерусалим и провел там ночь. Вот это выражение, провел там ночь, может нам тоже говорить о том, что Господь традиционно, перед тем, как спал, мог молиться в Гефсиманском саду, совершать свое определенное правило. И апостолы знали об этом. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. И Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру, и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и гореть ей, скажете, поднимись и ввергнись в море, будет, и все, что не попросите в молитве с верою, получите. Из ряда вон выходящее чудо, которое не совсем вписывается в порядок чудес Христовых, потому что все они традиционно были направлены на падание жизни, на исправление жизни, на исцеление от болезни, а здесь мы видим, погубляется живое творение, смоковница тотчас засыхает. Поэтому мы говорим, что это был своего рода символический акт, который должен был о чем-то важном сказать ученикам, о чем. По всей вероятности, Господь попускает в себе лжбу, то есть голод, для того, чтобы искать плотно смоковницу. Смоковница дерева, которая обычно выбрасывает цветы, и на ней появляется зависть плодов, а потом появляются листья. То есть у нормальной смоковницы присутствие на ней листьев есть свидетельство того, что плоды уже есть. Листья их просто скрывают, оберегая их рост. Но здесь оказывается, что листья скрывали не плоды, которые должны были быть на смоковнице, а их отсутствие. И Господь проклинает смоковницу, или лучше сказать, в лице смоковницы проклинает современное ему иудейство. То иудейство, которое должно было принести плод. Пусть не спелый, но по крайней мере плод веры. Иными словами, узнать в нем истинного мессии должно было, но этого не делала и делать не собиралась. То есть своими внешними делами, подобно тому, как смоковница листьями. Современное Христу иудейство прикрывало не плоды, а их отсутствие. И за это было проклято. И Иисус сказал им, ученикам, которые очень удивились, что произошло со смоковницей, истинно говорю вам, если будете иметь веру, не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано, но и смоковницу, со смоковницей, но даже сможете и гору переставить. И вот это невозможное по-человеческому рассуждению, безумное по-человеческому рассуждению сказать горе «поднимись и вергнись в море» и будет, по сути дела, это и есть наша вера. То есть Господь призывает здесь поменьше заниматься мудрованиями, плотскими, человеческими, выставлять человеческую логику вперед, забывая о вере. Если есть вера в Бога и вера в то, что Бог может сделать абсолютно все, ведь Он всемогущий, Он и нас из небытия вызвал, то все произойдет, если это будет помогать нашему спасению. И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какую властью Ты это делаешь? И кто дал Тебе такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «И я вас спрошу об одном, если о том скажете Мне, то и Я вам скажу, какую властью это делаю, крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой, «Если скажем с небес, то Он скажет нам, почему же вы не поверили Ему?» А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Сказал и им Он, «И я вам не скажу, какую властью это делаю». Итак, первый вопрос, который ставят перед Христом первосвященники и старейшины, «Какую властью Ты это делаешь?» Что это? Для многих толкователей под этим мы должны понимать очищение Иерусалимского храма. Пожалуй, самое важное дело, которое было сделано согласно евангельской хронологии в Великий Понедельник. Кто дал тебе такую власть? В данном случае первосвященники и книжники были уверены, что никто этой власти Иисусу из Назарета не давал и не мог дать, поскольку Он был не из колена Ливиина, поскольку Он не учился в богословских школах, поскольку они лично Ему этой власти не делегировали, они были уверены, что Господь не сможет им ничего вразумительно ответить. Но Господь находит возможность выйти из сложившейся ситуации. Он говорит им, спрошу и я вас об одном. Зачем этот вопрос ставит перед ними Христос? Ему важно, чтобы те, кто ему этот вопрос задает, засвидетельствовали то, что они имеют власть эти вопросы перед кем-то ставить. То есть, иными словами, если они действительно первосвященники и книжники, если они эту власть не потеряли, а не имеют эту власть, то Он им обязан ответить. Если этой власти у них нет, то Он им отвечать не обязан. Господь приводит им на память то, что когда-то было на берегах Иордана. Он напоминает, что когда пришел Иоанн крестить народ, и они шли к нему. Зачем они к нему шли? Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков? Они рассуждали между собою. Если, скажем, с небес, то есть Иоанн был послан от Бога, то Христос нам скажет, говорили они, почему же вы не поверили Ему, то есть Иоанну. Действительно, Иоанн трижды, по крайней мере, по евангельской истории, свидетельствовал, что Иисус из Назарета есть обетованный Мессия. Итак, если Иоанн был послан от Бога и указывал на Иисуса, как на Христа, а вы шли к Нему нелицемерно креститься, что же вы не поверили Ему? То есть шли лицемерно креститься, и Иоанн был прав, они были порождение Ехидновы. А если сказать от человеков, рассуждают первосвященники и книжники, то боимся народа. Почему? Потому что народ почитает Иоанна за пророка, и народ уничтожит таких лицемерных первосвященников и книжников, которые не считали, что Иоанн послан от Бога, а был послан от человеков, то есть по самовольному, желанию пришел и начал крестить народ. И вот тогда они расписываются в том, что никакой уже власти от Бога, истинной власти от Бога они не имеют. Они говорят, не знаем. Но тогда и Господь им отвечает, а если вы не имеете этой власти меня о чем-то спрашивать, я вам не скажу, какую властью я это делаю. Дальше Господь говорит, обращаясь в присутствие стоящих перед Ним первосвященников, фарисеев, книжников, больше, наверное, к народу. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу, а после, раскаившись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел, который из двух исполнил волю, отца. Говорят ему первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мы, тари и блудницы, вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности. И вы не поверили Ему, а мы, тари и блудницы, поверили Ему. Вы же, и увидев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Господь начинает притча обличения. Эта притча называется о двух сыновьях, где, как мы видим, первый старший отказался помогать отцу, а потом, раскаившись, пошел работать в винограднике. А второй младший согласился работать, но передумал и не пошел. И вот в данном случае здесь Господь обличает, опять же, современное себе иудейство, которое, приняв закон, приняв веру в единого истинного Бога, и обещая совершить некогда, принести великий плод Богообщения, то есть признать истинного Мессия, отказалась это сделать, хотя понимала, что это так. А вот языческий мир или в лице язычников здесь Господь упоминает мытарей и блудниц, то есть грешных людей, но от которых в силу их негордости не было закрыто истинное покаяние, смогли принять, смогли увидеть и в Иоанне посланника Божия, и в нем во Иисусе истинного Христа и даже Сына Божия. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду и выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградаре, сватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять же послал других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдяться сыном у него. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители? Тот самый сделал соглавой угла. Это от Господа и ездивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. И на кого он упадет, того раздавит. И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Вот последнее замечание этого повествования говорит нам о том, что народ, почитая Иисуса за великого пророка, то есть за Мессию, стоял на страже, чтобы никто не смог поднять руки на него, на Иисуса. И первосвященники, книжники боятся это сделать, хотя негодуют и пышут злобой. Притча называется о злых виноградарях. Притча, которая, с одной стороны, является притчей обличения, и мы понимаем, в чем здесь обличает Господь современное ему иудейство. Притча, которая является, по сути дела, и притчей пророчеством. Притча, которая, мы видим, указывает на то, что за то, что Иисус будет предан смерти, их царство будет разрушено. Что, в принципе, действительно, произошло в 71-м году по Рождеству Христову, когда рукою императора Тита был разрушен Иерусалим, был стер с лица земли Иерусалимский храм. Но еще эта притча выступает, конечно, как и одно из главнейших условий спасения, субъективных условий спасения. Речь идет о покаянии, то есть принесение плодов, которые должны были приносить слуги, по сути дела, это и есть необходимость свидетельствовать перед Господом, что у него есть слуги, что они не на одном уровне с ним, с Богом. А вот что делают слуги, мы видим, они убивают посланников сначала господина Виноградника. Причем, интересно сказано, одного убили, одного прибили, а иного камнями побили. Казалось бы, об одном и том же, но здесь мы можем увидеть даже нечто большее, указание на расположение, с каким убивали слуг посылаемых от самого Бога. Ведь камнями в Иерусалиме положено было побивать или гордецов возомнивших из себя истинных посланников Божьих или же блудников. И поэтому можно предположить, что так или иначе, но иудеи постоянно считали всех, кто к ним приходил требовать отчета, чтобы они перед Богом засвидетельствовали истинную веру, именно как людей, недостойных их, иудеев и фарисеев. А когда говорится о том, что послал к ним сына своего, говоря, постыдяться сына моего, то виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. Интересно, из реалии того времени, что если в течение трех лет, которые проходили участок, отданный в наим работникам, не посещался хозяином этого участка, он отходил в руки тех, кто на нем работал. И мы понимаем, что по всей вероятности слуги, по крайней мере по притче, поступить хотели именно так, засвидетельствовать всячески, что ноги хозяина или сына его не было на их участке и хотели завладеть наследством. Но Господь, заканчивая эту притчу, приводит еще очень важные условия, без которых не может совершиться спасение. Камень, который отвергли строители, он был положен во главу угла. Мы знаем, что этот камень Христос, и, соответственно, поэтому учение церкви здесь очень четко выражается в словах о том, что если бы Господь не умер, то мир не был бы спасен. На этом заканчивается достаточно пространная 21-я глава Евангелия от Матфея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok